Богородица их не два. Опять извини за выдачу военных секретов. Мы у него в Жигулёвске. Жигулёвске. Жигулёвское пиво пили именно в этом. Вот. Я, кстати, в предыдущей песне вот упоминал детскую тему о том, что... Ну, в предложении к детям. С этой песней тоже связаны определённые истории, причём для меня, я считаю, это очень здорово. Возвращаюсь к тому, что в интернете очень много мне пишут. И я скажу, я внёс свой какой-то вклад в продвижение... как сказать, культурных ценностей в молодёжные массы. Приходит письмо. Песня-то новая достаточно, наверное, месяца три-четыре. Приходит письмо от незнакомых каких-то ребят. Я так понял, что им лет 13-14. И такой текст серьёзный. Николай Викторович, спасибо вам большое за песню про Ми-2. Потому что мы её послушали, и нам стало интересно, что такое мимино. Благодаря этой песне мы посмотрели этот фильм. Он оказался очень крутой. Я, в общем, загордился. Ну, хотя бы вот таким образом он поэридировал определенные вещи, в частности, замечательный фильм Георгия Данелия. Ну, видите, как действительно иной раз происходит. Я думаю, что я где-то сегодня ещё спою песню одну, которую все знают. Да, собственно, они тут и так все достаточно такие известные. Ну, просто я помню, что когда вот ту песню, которую я спою, я её только написал, я прилетел на далёкий Сахалин. И там проводились, там каждый год проводится такой фестиваль крылья Сахалина. Очень-то креативно люди к этому подходят. И вот я помню, что я давал концерт на стадионе. А в завершении концерта я пел ту песню. В это время прилетал Ми-2, садился прямо на футбольном поле. И оттуда выходил человек в костюме волшебника с мороженым в ящиках. Раздавали бесплатно его детям. Жалко видео? Нет, просто мне очень жалко было, потому что я с гитарой ушёл в этот вертолёт и меня, значит, убрали с этого стадиона. Тоже это был небольшой скандал, когда губернатор спросил организатора фестиваля, а как это так? Он у нас тут над головами чуть ли не пошибает шапок. Ну, каждый же вертолётчик хочет показать, что он умеет. На что организатор сказал, вы понимаете, ну, со стадиона иначе не улетишь, он должен был разбег, набрать. И вот так, ну... Губернатор сегодня в местах не что ли отдалённых. А песня написана была ещё тогда, вот всё-таки после тех времён, именно про те замечательные места. Я родным аэрофлотом, словно глобус крутану, серебристым самолётом треть планеты обогну. Между закатом и рассветом сон придёт едва-едва. Время в воздухе при этом вдруг умножится на два. Борт сменю большой на малый, сам себе теперь пилот. Пусть с дороги я усталый, только хочется в полёт. Привязался, запускаюсь, и мотор жужжит пчелой. Я по жизни всё болтаюсь между небом и землёй. Я кружу над сахалином, я прожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе онять, но не хочется медведям флаг над островом им менять. Где-то рядом вся планета начинает новый день. Красота на крайне света, где слегка всё напекреть. Здесь лягушка, как-то строгая, смотрит в горные вышины. И железная дорога очень странная и ширины. Крабы, рыбы и кальмары бросит в тучи важных дел. К нам спешат пивные бары, океаны надоел. Словно море это небо, я в полёте им дышу. Без него мне, как без хлеба, я на землю не спешу. Я кружу над цехолином, я брожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг над островом отбенять. В скалах-супках, как в доспехах, остров высится горой. Здесь когда-то доктор Чихов катаржан лечил порой. Люди здесь, в суровом крае, не боятся лютых вьюг. И когда-то самураев вас здесь отбросили на юг. Одинокий этот остров кто-то скажет, как острог. Он на глобусе полоской всем укажет, где восток. Без него земля родная, как гитара без струны. Для России он не с краю. Здесь начало всей страны. Я кружу над сакролином, я прожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг от острова отбенять. Я кружу над сакролином, я прожу по облакам. Снизу мишки за малиной ходят к ягодным местам. Южным хочется соседям часть земли себе отнять, но не хочется медведям флаг от острова пенять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чего-то повспоменялось. Очень многое, опять же, с этой песней связано, но больше всего вспоминаете, как ребята из Сакалинского аэроклуба ДОСАВ меня вывезли на пилотаж, какой очень суровый-суровый, замполётный, помню, аэроклуба Андрей Александров. И вот когда мы уже так всё открутили комплексы, на вираж выходим на аэродром, там грунтовая полоса, он говорит, «О, смотри, мишки пошли». Я говорю, «Какие мишки?» «Ну, медведи». Ну, я не успел их рассмотреть, точно, но когда мы приземлились, вышли, он там, подходит к какому-то инженеру и говорит, «Слушай, а тёща-то твоя с дочкой где они?» «А они там грибы собирают с той стороны». «Так там медведи». «Там тёща, я говорю, это проблема медведей». Мне сразу вспомнился анекдот этот знаменитый, когда говорит, «Там ваша тёща упала в бассейн с акулами». Говорит, «Ваши акулы, вы их и спасаете». Вот. А то я, «Не, вы спаси Боже!» Я со своей тёщей в прекраснейших отношениях, очень милейшей души женщины, дай бог ей здоровья. Вот просто анекдоты смешные бывают. Ну, не уходя далеко с Дальнего Востока, чуть-чуть перемен. Я, кстати, опять же, когда про Сахалин пою, крайнее время стараюсь не петь эту песню в присутствии Олега Мутовина, героя России, сейчас лётчик-испытатель конструкторского бюро Яковлева. До этого он в Глице был лётчиком-испытателем. Он всё время обижается, он родом в Камчатке. Он говорит, «Вот, ты там про Сахалин, начало всей страны, Камчатка начало всей страны». Я говорю, «Ну, Олег, ну ладно, ну, у нас рассвет раньше». Ну, так, это уже эти вот все вещи там. Вот, ладно, Дальний Восток, опять же, Благовещенск. Реальная история, которая произошла, причём, опять же, я уже сегодня говорил про 30-летие вывода войск из Афганистана. История произошла на годовщину, это было 23-я годовщина вывода войск из Афганистана, когда мы с группой «Голубые береты» выступали в Благовещенске. И на следующий день береты-то улетели, а я остался с вертолётчиками этими ныне гражданскими, мы полетели. Потом вся эта история произошла. Человек предполагает, а судьба располагает, не узнать дорогу наперёд. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то, мы кладём в виражик вертолёт. Как сто лет назад в Афгане в правой чашке, друг мой, Ваня, между снами саня бордобой и усталость трекозой над бескрайнею тайгою мы жужжим, и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки, танки, можно жить и на гражданке, главное, чтоб только лишь лептать. В мирном небе есть заботы, хватит нам здесь работы, ведь не всю же жизнь нам воевать. Снова пашем сверху ручно, нам в боленицу нужно срочно вывезти кого-то из тайги. И находим мы средь ёлок бога брошенный посёлок, домики, как бабушки, яки. Ветер сильный на посадке, не впервой нам всё в порядке. Быстро фельдшер, объяснишь потом, что аппендицит случился, парень вон в живот втёпился, и девица, она тоже в животом. Мальчик, фельдшер, слишком бледный, первый раз летит, он бедный, шестеро нас, чтоб их поднимать. А когда-то было дело, приходилось под обстрелом в сводном орном с Ваней принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко тех мальчишек, что в поволку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как трёхсотый тихо стонет, об одном подумаем с тобой. Знаем, всё в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полёт. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде, может нас когда-то поменёт. А нас на осях, у нас девчонка, голоси, но так уж звонко. Саня быстро что там доложит. Командир, отходят воды. Перелетели это роды, мышь, не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает, а нас засветки окружают. Бедный фельдшер проглотил язык. Пнимет Санечка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно. Мужик! Та-ра-та-та-ра-там, па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-па-па-па-па, а может... Та-та-ра-та-м, па-па-па-па-па-па-пам, та-та-та-ра-ра-та-ра-там. Роботяга наш МИ-8, от грозы нас всех уносят, снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся, мы ж теперь обязаны в войне. Человек предполагает, а судьба располагает в этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело семь. Улетали точно. Трое нас умножили на двое, а в итоге оказалось семь. Та-ра-та-та-ра-та-па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-па-па-па, вот седьмой ряд, ну, мужик, та-та-па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Спасибо. Мне тут как-то, ему очень нравится эта песня, но однажды он мне позвонил, не знаю, несколько месяцев назад, в очень хорошем состоянии, и у него был повод. Он сказал, Коля, я, говорит, понял, почему песня называется «Седьмой». У меня сегодня родился седьмой внук. Воздушный кораблик, и он же в каком-то виде, могу его назвать, консультантом последующей песни, потому что, что Влад, что Евгений, сегодня летают в гражданской авиации. Ну, сложно сказать, какие у них там ощущения, но главное, что летают. Мы не спеша на эшелоне, идем по спинам облаку, и в комфортабельном салоне, в пустах от северных литров, три роты личного состава. Летят гудеть на жаркий юг, идут в себя не по уставу, бортпроводница пристает. Нет! Тише, тише. Мой командир захлопнет книжку, вечер дыхнется, что устал. Мне скажет, вы, Михалыч, слишком, забудьте к черту наш устав. Ведь вы теперь гражданский летчик, промолвец искоркой в глазах. Да, был истребитель, стал извозчик. Зато, как прежде, в небесах. Летят гудеть на тучке. Шо ли за спиной сидит народ? И ножку дать, да сделать бочку. Увы, здесь все наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Четыре. Был подполковник, стал сержантом. Да ты сейчас командир. Поесть бежать с циклоном встречи. Знать, потрясет кораблик наш. И пассажиров, как овечек, Пасет кабинный экипаж. Как обмануть метеосводку. Поесть попить, как вагриан. Нам кофейку нальет красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропот налетали. Дают нам денег или кнот. Как там у Маркса в капитале. Эксплуатируют наш труд. Усталость лежит в сухом остатке. Порой Савчинку не восклон. Зато нередко на посадке Нам аплодирует салон. Продолжение следует... Мы не спеша на шулоне, Идём по спинам облаку, А в комфортабельном салоне Летят копчёные с юго, Три роты личного состава, Из дьюти-фри напитки пьют, Ведут себя не по уставу, И к стюардессе предстоит. Спасибо. К автомультике, я и здесь молчать не буду. Извинения, гаражи. Получается, что некоторые истребители, типа меня, закончили Харьков Светручевич, в 1992 году, на самом деле такие люди и есть. Николай, вот сделать, знаете, специальную вещь, специальную песню. Именно для... Влад, для тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо Жене, который первый услышал эту песню, когда по телефону отправил к нему, замечания есть, нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.